И всем привет ребят, с вами Стром Ваник, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний директ посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы будем обозревать то вооружение, которое для меня в матчмейкинге стало открытием, если неделю назад я записывал видеоролик на своем основном канале, связанный с новым устройством, с ралли танкара на магнум, штурмовая кассета, и говорил о том, что вроде как это устройство имбовое, вроде как оно особо крутого результата не показывает, то после его выхода и получения на основной аккаунт, поиграв на нем два дня, я понял, что это вообще лютейшая имбища, которая просто разваливает все, что движется, нашел идеальный корпус для него, дрон и возможность реализации, И сегодня готов с вами всем этим делом поделиться, чтобы все те игроки, которые имеют это устройство, ну, либо кто не имеет устройства, хотя бы просто посмотрел, как это дело работает, ну, а дальше прочувствовал этот вкус и сам получил удовольствие и поиграл на этом устройстве, да, если оно у вас, конечно, есть Ну, и если вам подобного рода видеоролик нравится, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну, и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас проходит, на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры, в аккаунтике, вот здесь вот тимпешечку вкусную устанавливаем, Дальше оформляем покупочку в магазине, будь то танкоины, будь то премка, будь то спицуха с ежедневными танкоинами, ну, и дальше заполняете форму, которая есть в описании к этому видеоролику Так, ну, а мы вместе с вами берем наш замечательный молот, молот с штурмовой кассетой, очень сильно надеюсь на то, что это устройство не занерфят уже на этих выходных, надеюсь, что хотя бы, хотя бы это устройство проживет еще неделю, потому что его 100% железно будет нерфить, но хотя бы неделю еще покайфовать, потому что для меня лично такие устройства открывают новую мотивацию и новое желание играть в эту игру Как было, например, когда только появился риг с гелиусом, как было, когда появился гром на дальность, так же вот и сейчас молот с штурмовой кассетой, да, я понимаю, что это овер имба, что это очень жесткая темка, но порой даже ее очень сложно реализовать, чтобы она была мега жесткой, да, ну, как был так же гром у нас с вакуумкой раньше, да, но при любом раскладе, при любом раскладе, это устройство, я уверен, что будет нерфить Что касаемо моей комбинации в целом, Crusader, ховертанк, который максимально эффективно на сегодняшний день подходит к этому устройству, да, если бы у нас был бы старый паладин с пробитием, то паладин бы смотрелся бы 100% лучше, но так как у нас старого паладина нету, то у меня возможности, по сути, выбора тоже здесь нету Здесь у меня выбор даже не стоит брать какой-то другой корпус, да, я считаю, что как раз-таки средний корпус плюс еще это ховер корпус идеально подходит для реализации Ну и сосуля, которая у нас максимально быстро копится под атаку, например, в захвате флага, можно всегда ее накинуть, там, например, одного уничтожить, двум еще пробить и нанести, двух еще быстро забрать И в целом где-то 6-7 сосуль за полную матчмейкинговую катку у вас будет Если вы еще контролите центральный овердрайв, то у вас может быть их даже еще больше, потому что за 2 минуты, как падает одна оверка, у вас есть возможность накопить еще овердрайв То есть реализовать оверку, подобрать оверку, реализовать оверку, еще раз подобрать оверку То есть если вы контролите оверку, то у вас еще больше возможностей на реализацию этой замечательной сосули Так, ну меня на первую карту закинуло на Брест Не вижу никакого смысла играть на нем, потому что там довольно тяжело будет реализовать эту комбинацию При том, что мне нужно въезжать в базу противника Вчера даже вечером на пустыне у меня не получилось реализовать эту комбину Ну так, ну и если в CTF меня кидают только лишь на одну карту, давайте попробуем пикнуть регби Быть может, там сейчас мне предложат что-то поинтереснее, что-то поазартнее, пожестче И в целом, наверное, это устройство можно даже реализовать на 100 кило за матчмейкинговую катку Соточку можно выбивать из него Я на мега донате в соло джиггернауте набивал 120 Но это соло джиггернаут, да, то есть тут тоже говорить об этом стоит, да, то что это все-таки необычный дефолтный режим Так, ну и меня закидывать на Вольфенштейн Не супер приятная карта для доставок Но если учитывать тот факт, что у меня есть молот, которым я могу очень большое количество кило давать То как раз-таки карта, где противник, хоть и на закрытых позициях будет стоять Но мне здесь удобно на молоте до противника доезжать Да, поэтому если эта карта позволяет мне на молоте выпушивать, например, респы И накидывать большое количество урона То в принципе я уже с этим согласен И я могу пробовать реализовывать эту замечательную комбину Так, наши тиммейты тут уже неплохо накидывают Бэм, ну какой же он быстрый этот молот Жесть, 5 киллов за минуту я даю По резистам пока что ничего менять, я думаю, не будем Если что, по ходу боя тогда уже переоденемся Попробуем тоже быструю доставочку сразу сделать Чтобы, если что, мы уже вели по счету А то, может быть, сейчас у нас чуть попозже противника побольше станет сильного И мы уже тут не сможем ничего реализовать Рез от магнума у меня есть От магнума нету, от скорпиона есть Да, пока что от магнума брать не будем Чуть хотя бы поиграем Потому что у нас еще все может здесь поменяться Противник может повыходить, позаходить новый Поэтому пока что торопиться не будем Но будем препятствовать противнику И будем стараться как раз таки Все-таки въезжать в эту первую доставочку Если сейчас тиммейт выпушит на гиперионе То будет вообще шикарно Давайте дадим ему возможность проехать первому Но он ей через низ, я понял Одного, конечно, он там сбривает Мне сводка, попытка залететь была неплохая Так, и сосулендерочка есть Вот такая вот появляется у меня вкусная Вот именно так работает эта сосуля То есть только я вот уничтожил одного Я хотел там двух-трех уничтожить Но я дал по одному максимальный урон По двум сразу, по трём даже Сразу пробитие плюс заморозка То есть это минус аптека Ну либо если они не жмут аптеку Либо у них нет аптеки То я просто сразу же Следующим же выстрелом Просто добиваю оппонента Ну и вот вы видели Насколько быстро эта сосуля у меня появилась Не один овердрайв Ну по крайней мере, если я не на хо переиграю У меня бы в этом моменте ещё бы не появился Ну либо на васпе Соответственно реализация очень вкусная Так, с расстоянием, конечно, у этого устройства есть проблемы Но никто не отменял криты И за счёт как раз-таки вот этих вот критических выстрелов Даже с такого расстояния у меня есть возможность накидки И возможность уничтожения оппонента Да, вот с такого большого расстояния Просто за счёт того, что у меня крит проходит Я могу уничтожить Так, шикарно, ну просто шикарно Пока что всё идёт великолепно 15 киллов у нас уже есть 3 минуты катки прошло Есть возможность выйти на большое количество киллов Сливаем ещё одного Сливаем ещё одного По сути, я даже вот сейчас С одного выстрела добивал противника Вот этого Боже, сейчас овердрайв нажмёт Нет? А не, не жмёт Ничего себе, а что он не жмёт овердрайв Не хочет Не хочет Дефить свой флаг Ну ладно Раз не хочет Значит мы его будем уничтожать Раз он не хочет дефить Значит мы будем его уничтожать Так Ай-яй-яй Не полетела у меня сосуля Автонаводка работала по Хантеру А Хантер и так был лоу Я не хотел по нему давать Хотел дать по-другому Оппоненту выстрел Но по-другому у меня, к сожалению, не залетело Кошмарим Нереально жёстко вражеский респ Уже 2-0 ведём За 4 минуты у меня больше 20 киллов Скорее всего меня сейчас уничтожат Я полечу на респаун Но Пока всё идеально 450 очков За 4 минуты Очень хороший результат Есть возможность выйти на полторушку Если у нас не будет здесь досрочки И это, конечно, очень и очень сильно Постараюсь сыграть максимальный бой В этом бою, да То есть, ну, постараюсь не сделать тут досрочку А именно накидать как можно больше Чтобы вы видели Весь результат И весь вкус В принципе, все, кто смотрел стримы последние Да, вы видели, как я уже играл на этой комбине Играл крайне много И как показывала себя эта комбина в рамках матчмейкинга Поэтому для вас, наверное, это не совсем удивление Но для тех ребят, которые не смотрят стримы Я думаю, что вы немножечко будете в шоке От того, как это всё дело реализуется 500 очков у нас уже есть 70% овердрайва Наши тиммейты всё так же пытаются доставить ещё один мяч Ну а я, в свою очередь, постараюсь сейчас сыграть через право Быстро добить овердрайв И постараться ещё накинуть как можно больше урона У меня здесь под стенкой должен быть противник Который стоит просто АФК Вот единственное, что здесь, конечно, мешает Это нулевой урон Когда вы въезжаете в базу противника И сталкиваетесь с нулевым уроном Это, конечно, ну немножечко Не так приятно и не так жёстко Но если не учитывать этот моментик И стараться не попадать под нулевой урон То тогда, конечно, всё это дело выглядит максимально приятно Комфортно и жёстко Так, ещё пару киллов есть Ещё добавочка сверху Магнум у нас Ещё один появляется у противника Стоит, наверное, взять всё-таки резист от этой пушки Ещё один магнум стоит АФК И я подрываюсь на мини критовой Магнумы, Теслы и Скорпионы Вот такие вооружения у нас используют противники Сразу же мы меняем резист А наши тиммейты тем временем ставят доставки И это уже шестой Ой, шестой, говорю Шесть минут прошло Четыре доставки у нас уже есть Плохо Плохо, что так быстро всё у нас сейчас может закончиться Я уже, наверное, даже не буду ехать под подбор Буду стараться ехать именно под уничтожение оппонента Так, есть возможность реализации сосули, Андрочки Отличную сосулю даём Минус один танк Плюс дополнительное пробитие по оппоненту Выпушиваем респ в наглую Ой-ой-ой Еле-еле я успел прожать аптеку И то всё равно меня сливают Так, ну и у нас вот, кстати, например, тиммейт играет тоже на Крусейдера Молоте Так он играет на дуплете Дуплет в этом плане тоже, конечно, работает неплохо Но если сравнивать триплет и дуплет То понятное дело, что триплетик будет пожёстче Но я смотрел на этот дуплет И понимаю, что даже если у вас нету вот этого устройства с триплетом То вы можете эту же самую комбинацию реализовать с дуплетом Так что это вам тоже как такой минимальный лайфхачек Поэтому берите тоже на заметку Так, ну у меня есть мяч Поэтому грех уже не доставить его Иначе это будет как-то странно Если я заеду на вражескую базу и не доставлю мяч Когда он у меня есть 39 килов 10 раз меня уничтожили И практически 800 очков Если бы у нас бы чуть послабее была бы команда Я думаю, что здесь можно было бы выходить Как раз таки вот на ту самую заветную вкусную соточку Но так как у нас команда неплохая То скорее всего здесь у нас будет досрочка в этом бою И мы уже совсем скоро этот бой завершим в свою пользу Так, овердрайв в очередной раз у меня появляется Попробуем сейчас его куда-нибудь вот так вот, например, вкинуть А просто на плюс килл, а почему нет? А почему нет? Почему не получить дополнительный киллочек? Чуть-чуть попробуем заныкаться Хантер с овердрайвом ей тоже через верх Ну у нас просто кошмаринг какой-то лютый получается Пока что контролируем прям очень жестко базу противника И наши тиммейты там уже как у себя дома чувствуют При том, что у противника есть нулевой урон на респе Все равно наши тиммейты там довольно плотно въезжают И спокойно разбираются Блин, как я сейчас под хантер овердрайв неприятно попал Но вот так вот тоже бывает 6,5 минут до конца Хорошо даже, что нас закинуло на Вольфенштейн Потому что если была бы попроще карта Я думаю, что здесь была бы уже давным-давно досрочка Так как у нас Вольфик То еще карточка держится Пока что противник хоть как-то пытается дефать И сопротивляется Так, Викинг Эзида с овердрайвом Быстро улетает на респе Еще один Викинг с овердрайвом Только это уже Тесла По нему чуть-чуть накидочки залепливаем Здесь можно от стеночки рикошетом тоже По хантеру домашки накидать Ну и попробуем Попробуем давайте через низ Вот там вот справа зайдем В надежде, что здесь под нас кто-то откроется Опачки, там минки залетели В большом количестве У меня нет аптечки, хантер с овердрайвом Чтобы смысла нету на него ехать Давайте через низ объеду Вот так вот Объеду, попробую здесь покидать Мне магнум хоть и в спину накидывает Плотно Но ничего страшного И критического я в этом не вижу Да, потому что у меня резист Все-таки от магнума имеется Ну и спросите вы меня Почему кризис, а не например гиперион Да, потому что например Ой, как я себя взлил Например, с гиперионом По идее я бы мог больше бы жить Все максимально просто Это устройство требует Нет дополнительного хорошего повышенного урона И если вы будете играть на гиперионе На дистанции Я уже проверил Вы будете набирать намного меньше очков И меньше делать киллов Плюс с кризисом у вас есть возможность Быстрого доезда до базы противника А ваша задача как раз таки с этим устройством Как можно быстрее находиться На вражеской базе Ну и дальше вы уже просто комбинируете Да, при этом тратите большее количество расходки Но если вы не зациклены И не смотрите на количество припасов То в принципе без проблем Особых вы Можете себе позволить На такую вот вкусную Контентовую реализацию В очередной раз я ухожу на делит Но в этот раз конечно я от сосули ушел На делит хп было мало Но сосулю выдать очень сильно мне хотелось По двум там оппонентам она залетела Здесь у нас Тесла под стенкой Даже не одна стоит Тесла под стенкой Я думал там хотя бы один Так, по хопперам, по легким танкам Вообще очень легко Залетает большое количество урона У Хантера есть овердрайв Пытается он как-то за счет своего шота Здесь разрулить ситуацию 55 киллов 4 минуты до конца Условно на какие-нибудь 70 киллов Мы наверное здесь должны выходить Доставку наконец-таки Стало очень сложно делать Ну и соответственно противник здесь пытается жить А мы за счет того, что противник живет Набиваем еще большее количество киллов Да, что он живет И что он не сливает эту катку Попробую сейчас выехать опять на ту кемпу С которой накидывал урон Хоть и небольшой Потому что там расстояние было больше Но за счет того, что как раз таки Меня там скорее всего не выбьют Есть возможность набрить вот этот весь верх Попробуем сейчас это дело реализовать Посмотрим, работает ли это или не работает По идее должно работать Да, хороший урончик Даже с такого расстояния залетает И мы вполне неплохо себе можем Даже с маленьким количеством урона Выбивать отсюда оппонентов Так, магнум попадет, не попадет Не попадает Второй попадает, к сожалению 58 киллов Три минуты до конца У меня практически появляется сосуль А с этой стенки я сосулю дать не могу Соответственно, мне надо ехать через лево-низ Попробовать оттуда дать тычку А у нас с мечом противник выкатывает Ладно, не буду я там под противника Пикать Вот здесь два оппонентика у нас есть Вкусных Бах! Сосу лендерочку Раз На хрясь И есть контактик Так, теперь у нас есть возможность Уже въехать через верх сюда Реза здесь раскатывает Кто-то еще до сих пор играет у нас на Гелиусе Ничего себе Так, два магнума мне выдают потычки Наш тиммейт выпушивает просто в наглую респы оппонента Сливает весь респ Но мяч лежит у нас не в самом удачном месте Да, так бы можно было бы ему, например, его поднакинуть Давайте попробуем, кстати Нет, меня все равно сливают Два викинга раздают овердрайва 59 киллов Две минутки есть Давайте как раз-таки на ту 70-ку, которую я хотел, попробуем выйти Уже больше 1000 очков Стабильно Стабильно Эта комбинация Максимально стабильно Каждый бой Вне зависимости даже, мне кажется, от карты Но если, конечно, она не максимально печальная Можно 1000-ку выбивать Так, магнум один меня смотрит Один все-таки меня смотрит, да Немножечко здесь разминируем Хантер вот этот видит меня Не видит Оуди не жмет на меня Че не жмет Оуди Мог спокойно меня сливать овердрайвом Так, еще и Шарелу чел отдает в деф Чтобы меня, если что, слить Но меня и так уничтожили Так, ну концовочка какая-то такая По киллам не очень вкусная Противник, когда начал стоять на Вольфенштейне Стало сложно уже кого-то сливать и разбирать здесь Наверное, надо было больше ехать в мяч Чтобы получить большее количество киллов Я как-то старался въехать в респ А в респе-то уже никого особо в большом количестве я не встретил Так, но все равно здесь на накидочке дополнительный Можно еще покидать И через лево сейчас попробуем еще кого-нибудь здесь поймать Ага, наш тиммейт уничтожает оппонента Что касаемо этого устройства Что ему сделают? Скорее всего, он просто перезарядку увеличит Потому что такая перезарядка, она мега жесткая Главное, чтобы это устройство не убили в хлам Потому что не такое большое количество игроков его в принципе имеет Поэтому хотелось бы, чтобы оно было вообще актуально и интересно в рамках матчмейкинга Иначе получается так, что его выдают с ралли Танкара И просто бах, и нерфят, и убивают Да, и какой смысл тогда от этого ралли Танкара И от интересного устройства, если его просто возьмут И, например, уже в ближайшее время занерфят Так, попробуем дать сосулю Сосулечку куда-нибудь бы залепить Ластовую, вкусную Сосулендру Сосулендру хочу дать по целому танку Вот этот, например, Викинг Идеально подошел Ой, какая сосуля вкусная Единственное, я только сливаю одного Но семисяточку я свою, кстати, успел выбить 13-13, 13-20 даже у меня 1320 очков За эту катку мы зарабатываем И получаем 7000 кристаллов Напомню, что это без двойных фондов То есть, если это устройство в таком виде доживет до выходных То за такую катку я бы получил бы 14-15 тысяч кристаллов А вы должны, в принципе, понимать Насколько это лютый фарм Насколько большое количество кристаллов По итогу можно с этим всем делом зарабатывать Поэтому, если у вас есть это устройство Вот вам комбинация Вот вам возможность реализации Обязательно попробуйте Именно в таком виде Крусейдер Молот И Кризис Ну а у тех, кого нету То попробуйте эту же самую комбинацию Но только с дуплетом Она будет чуточку хуже Но я думаю, что даже с дуплетом Можно пробовать ее реализовывать Пишите, что вы думаете по поводу этой комбины Считаете ли вы, что ее должны занерфить Уже прямо сейчас Либо пусть она еще немножечко поживет Ну а я буду кайфарить Пока есть такая возможность Игроманить С этой замечательной комбинацией Обязательно поддержите данный видос лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дай мне пропускать новые видеоролики Ну а с вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока